Скажите, будете ли вы участвовать в выборах в Государственную Думу в сентябре этого года? Нет, даже не знала, что будут выборы в сентябре, честное слово. А почему вы не хотите участвовать? А ни в одних выборах не участвовала, вообще никогда. Ну, хотя уже как бы имею право там и все дела. Но почему-то я не вижу надобности, если честно. Скажите, вы собираетесь участвовать в выборах в сентябре этого года? Нет, на этом вопрос окончен. До свидания. Ну, думаем, да. За кого будете голосовать? Ну, пока еще не подумал. Кто лучше, из-за того будем голосовать. Они там одни и те же уже несколько десятков лет. Ну, надо, значит, других. Ну, подумаем, потом решим. Да. А за кого будете голосовать? Яблоком. Почему? Близкие идеи. Они же ничего не сделали полезного за все эти годы, сколько существует партия, они ничего не делают. Вот почему вы до сих пор хотите за них проголосовать? Ну, их толком и не выдвигали, как бы на... То есть, они на первом месте толком и не стояли. То есть, если поставить их на первое место, то все будет хорошо? Ну, сейчас у нас в основном Единая Россия за все, как бы, берется. Ну, то есть, ее выбирают и она всем руководит. А если выберут яблоко, соответственно, она уже будет предпринимать какие-то свои действия. Вода. За кого будете голосовать? Про это еще не думала. Наверное, коммунисты. Почему? Порев. Нравилась их политика, когда я росла. Они никакой пользы еще не принесли нам. А кто принес? Из политиков никто. Ну, вот из них никто не принес. Как вы можете выбирать из них? Ну, на опыт наших дедов, которые росли. Папа, мама у меня в их время росли. Никто не жаловался, когда жили. А против всех почему вы не хотите проголосовать? Ну, выбор нужно сделать. Да, собираюсь. А за кого будете голосовать? Пока не знаю, если честно. Ну, точно не за единую Россию. А там вот, по-вашему, есть еще из кого выбирать? Ведь многие годы все одни и те же партии. Ну, к сожалению, так и есть. Вынужден признать. Одни и те же партии. Ну, я не знаю, честно. Ну, надо проголосовать. Можно против всех такой вариант есть. А будет такой? Раньше был. Вот раньше был, его вроде отменили. Теперь за кого-то надо. Ну, в прошлый раз вот призывали вообще, там, ну, за кого угодно, только не за этих товарищей. Вот, не знаю. За коммунистов. Наверное, за коммунистов проголосуем. Ой, конечно, собираемся участвовать. Да, мы обязательно будем участвовать в выборах. За кого будете голосовать? За самых лучших. Там одни и те же уже 25 лет сидят. Да вы что, а кто? Расскажите нам, пожалуйста. КПРФ, ЛДПР, Единая Россия. Будет, Прохоров будет в этом году? Да нет, наверное. Тогда, не знаю, за кого мы будем голосовать. Ну, за кого-то будете, да? По-любому, конечно. Так, а вы же не из России, да? Из Минска. А, у нас про выборы. Ой, нет, не надо, а то нас депортируют. Да, ничего не было. Да, будем, конечно. Да, да. За кого будете голосовать? Это тайна голосования. Да, кстати, это тайна. В Конституции так написано. Пока еще нужно уточнить самим списки, но голосовать будем 100%. Там одни и те же люди уже 25 лет? Одни и те же люди уже 25 лет, даже больше, наверное. Новенькие появятся. Нет, не появятся. То есть будете из старых выбирать, да? Конечно. Посмотрим. Вы знаете, нет. Не собираюсь. Почему? Ну, дело в том, что я не верю, что от моего голоса какие-то изменения могут произойти. А в принципе, вот, хотели бы участвовать, если бы произошли изменения от вашего голоса? Наверное, наверное, все же нет. Ну, у меня нету просто какой-то веры, что вот я вот проголосую, люди проголосуют, и что-то вот, что они выберут, то и произойдет. Нет, наверное. Почему? Не хочу. Зачем? Все равно все ясно и так. А вы? Я так же. А вы не верите, что что-то может поменяться через выборы? Нет. А как может поменяться? По-моему, никак. Вообще. Навсегда это, да? Навсегда, походу, да. Я согласна с мужем. Нет. Почему? Не хочу. Почему не хотите? Ну, не хочу, потому что мало интересуюсь политикой, если честно. Вы не верите, что можно что-то поменять через выборы в России? Не особо, не знаю, не могу дать ответ почему. А как можно поменять, по-вашему? Наверное, самому что-то менять. В себе, в подденье, к окружающим, по отношению к окружающим. Скажите, вот политические партии «Единая Россия», «Яблоко», «КПРФ», «ЛДПР» – они больше противники или они взаимодействуют друг с другом? В какой-то степени взаимодействуют, в какой-то степени противники. Все-таки идеи немножко разные у них. Но они и взаимодействуют, да? Ну, они как бы все-таки за одну идею улучшить, привнести что-то свое, чтобы улучшить нашу жизнь. Между друг другом? Да. Я думаю, любая партия, ну, стремясь к власти, конечно, противоборствует друг между другом. То есть они не противники? Нет, наоборот. Противники, да? Ну да, я думаю, каждый, кто стремится к власти, он старается отодвинуть других как-то так. Ну, борются, наверное. «Единая Россия» – это единственная, которая партия, я выберу. То есть это противники? Это не противник, противник других народов против, как вам объяснить, даже правильно. Ну, партия «Единая Россия» – это самая лучшая, я считаю. Я думаю, взаимодействуют. В целом-то одно дело делают, по сути. Просто кто-то лидирует, кто-то нет. То есть они не противники? Конечно, нет. Абсолютно взаимодействующая, абсолютно особенно ЛДПР, который постоянно пытается себя как-то позиционировать как оппозицию, но при этом постоянно поддерживает все вот эти проекты «Единой России». То есть такое откровенное какое-то вранье. Ну, как это называют, карманная оппозиция. А, ну там же еще, может быть, будет, я не знаю, какая-нибудь гражданская платформа, там парнас, я не знаю, если они как-то соберутся, вот, с духом, можно будет за них проголосовать, в принципе. Если честно, я не особо сильна в политике, вот честно вам скажу. Но, как бы, на данный момент «Единая Россия» будет? Да. Значит, мы будем ее дальше поддерживать. Зачем? Почему бы и нет? Ну, потому что на данный момент меня устраивает все, что происходит в нашем государстве, и, в принципе, как я живу, в целом тоже устраивает. Да, я думаю, скорее взаимодействует. Все они там поделили уже между собой. А мне кажется, нет. Мне кажется, они все равно, ну, они же оппозиция, соответственно, они будут противники скорее. Потому что у них же взгляды, их, как бы, предписания, они различаются все равно. Их сейчас карманная оппозиция обзывает. Ну, не знаю. А я думаю, они даже не противники, не потому, что они друг с другом взаимодействуют, а потому, что я не считаю, что у нас у каких-либо партий, кроме «Единая Россия», есть вообще какие-то силы. Поэтому они просто не могут противодействовать «Единая Россия». Но они с ними и не дружат. Я думаю, они просто, знаете, как, ну, для народа, что у нас, как бы, вроде как есть несколько партий, чтобы мы думали, что мы такие же, как все. Создают вид, да? Видимость выбора. Да, я думаю, больше противники все-таки между собой. А вы как считаете? Ну, я здесь не соглашусь. Я считаю, что они все заодно. Потому что вся власть разделена уже, и все поделено, да? То есть это просто видимость такая, да? Да. Видимость выбора. Согласна с этим. Потому что народ не решает у нас в стране ничего. Все известно заранее. Ну, изначально я вам говорила, что не особо так к политике отношусь, поэтому тоже не отвечу вам на этот вопрос. Ну вот, по-вашему, есть у нас выбор? Или это просто видимость создает выбора, а все партии как одна? Ну, думаю, нет. Выбор, наверное, все-таки есть. Скажите, кто, по-вашему, является врагом России, самым главным? Врагом России? Не могу ответить. У меня насчет, ну, вот, насчет политики и все такое очень мало каких-то таких личных мнений. То есть, если, к примеру, кто-то считает кого-то врагом, то да. А у меня совершенно никаких на этот счет нету вот прямых ответов. Ну, кто-то вот является угрозой для России? Не знаю, честно. Политика не мое. Скажите, кто, по-вашему, является врагом России? Врагом? Ну, я назвать не могу конкретно, потому что я не знаю, я ни с кем не общался. И это самое, как бы, ответить. Можно страну, фамилию, человека конкретного? Ну, первого врага, как вам объяснить? Враг. Америка, наверное. Другие... Почему? Которые, как вам объяснить, вот, против терроризма, который вот сделает, против ваххабизма, я вот против этого, как бы. Америка тоже против терроризма? Ну, как бы, я не сказал бы, что они против. Может, они показывают, что они против. На самом деле это не так. Ну, многие страны претендуют на нашу Сибирь, потому что... Почему это такая большая территория у России? Китай претендует. Китай тоже. Китай главный враг, да? Китай и Америка, и другие страны тоже, ну, как бы, считают, что Сибирь у нас почему-то нечестна. Америка не претендует на нашу территорию. Вот. И у нее и свои Аляски хватает. Своей ли? США. А фамилию можете назвать какую-нибудь? Обама. А чем вот он нам угрожает? Что плохого? Почему он угрожает, соответственно? Он просто, можно сказать, печка. Угрожает кто там стоит? Либералы вроде бы, да? Они. Что они хотят? Почему вы решили, что Америка угрожает России? По последним политическим новостям, которые я наблюдаю, они, ну, видите, все, весь мир наблюдает. А вот ваше личное мнение, что Америке надо-то от нас? Могущество. Завладеть всем миром, устроить хаос в нашей стране. Им это выгодно, да? Конечно. Почему? Потому что они нам завидуют. Нет, у нас нет стран врагов, я считаю. Вот, это навязываемое совершенно мнение о том, что мы окружены врагами. Ну, это выгодно, чтобы мы так все думали. Вот. А из фамилий? Ну, как бы, просится, что да, там, как бы, товарищ Путин, он, так скажем, и вор, там, и прочее. И вроде бы он враг, как бы. Но, с другой стороны, ну, блин, он, как бы, из нас, из всех тоже вышел. Я считаю, что мы сами себе враги, в первую очередь. Кажется, человек сам себе враг. И, как говорил товарищ Пелевин, что если и существует заговор против России, то в нем участвует все взрослое население России. Америка. Что она нам плохого сделала? Ну, настраивает, наверное, весь мир как-то против нас. Хочет завладеть, не знаю, может быть, нашим государством. Зачем ей это? Чтобы они стали самой сильной державой. Они и так самые сильные? Я так не считаю. Сегодня Путин сказал. Да вы что, серьезно? Мы обязательно посмотрим на ютубе. В новостях сегодня это сказал. Мы не смотрели новости с утра. Зюганова вообще рают все время. Он враг России? Нет. Именно из зарубежных? Да сейчас никто Россию не любит, как и все. Может быть, внутренний враг какой-то есть у России? Это надо проанализировать. Я прямо сейчас так сходу не скажу. Все боятся России. Нет у нас. Никто так открыто не скажет, что я ваш враг. Они есть, да, враги? Сто процентов есть. Завистники, враги есть. Думаю, что главным врагом России является невера в себя. Мы постоянно пытаемся найти себе друзей. Мы постоянно против кого-то настроены. Мы постоянно не можем определиться, то мы в Америке, то мы в Азии. Хотим ли мы Европу, не хотим ли мы в Европу. Нам нужно просто определиться и понять, что мы самодостаточная страна. И идти своим курсам, а не поддаваться на провокации. У меня такое ощущение сложилось в последнее время, что мы постоянно от кого-то отбиваемся. Но я никогда не вижу целей страны в плане развития. Только отбиться от Америки, отбиться от Азии и прочее, прочее. А в общем-то Америки и Азии плевать на нас, да? Я думаю, да. Врагов у нас особо нет. Врагов в России нет. Может быть, внутренний враг есть у России? Это вопрос. Много депутатов, много у нас. Я считаю их врагами. Нечестных людей и, как их называют, взяточников. Коррупция, да. Хороший вопрос. Страну, фамилию? Нет, не могу дать ответа на этот вопрос. Может быть, у России есть внутренний враг? Внутренний враг есть у каждой страны, даже у каждого человека. Этого не искоренить.